Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор судебной практики по налоговым спорам, на этот раз за сентябрь 2019 года. Традиционно сначала предлагаю рассмотреть судебные акты, которые были приняты судебной коллегии по экономическим спорам. И первое дело – это дело индивидуального предпринимателя Угрюмовой. В данном случае это дело продолжает ту тему, которая была поднята в делах индивидуального предпринимателя Зайчука и в деле Северо-Восток. Также эта тема поднималась. Речь идет о ситуации, когда налогоплательщик по той или иной причине не облагал своей операции НДС, и при этом было признано, что в действительности он должен облагать своей операции НДС. И главный вопрос, который возникает в такой ситуации – это каким образом исчислять НДС. То ли НДС необходимо начислять сверх цены по сделкам, которые должны облагаться НДС, то ли НДС необходимо извлекать из цены и определять НДС на основе расчетной ставки. Здесь следует заметить, что в деле индивидуального предпринимателя Зайчука, ну, я на самом деле об этом деле достаточно много говорил на канале, достаточно много материала, поэтому, кому интересно, можете найти этот материал. Так вот, в этом деле был один спорный момент, а именно то, что суды при рассмотрении дела ИП Зайчука указали, что налогоплательщик добросовестно заблуждался в своих налоговых обязательствах. И вот эта ремарка о том, что налогоплательщик, по сути дела, был добросовестным, она наталкивала на мысль, что в том случае, если будет установлено то, что лицо действовало недобросовестно, то позиция по делу ИП Зайчука, она применяться не должна. То есть, иначе говоря, НДС должен начисляться не по расчетной ставке, а сверх цены, что, понятно, не выгодно налогоплательщику. И, на мой взгляд, дело индивидуального предпринимателя Угрюмовой, в общем-то, снимает эту проблему, поскольку в этом деле было установлено, что в действительности налогоплательщик совершал определенные действия, формальные действия, направленные на то, чтобы соблюсти критерии, необходимые для применения упрощенной системы налогоблажения. При этом вот эти действия налогоплательщика, в принципе, можно квалифицировать в качестве недобросовестных действий. Но, тем не менее, судебная коллегия посчитала, что и в этой ситуации подлежит применение позиция, которая была выражена как в деле ИП Зайчука, так и в деле Северо-Восток. А именно то, что НДС должен определяться по расчетной ставке, а значит, извлекаться из цены сделки. Следующий судебный акт, который был принят коллегии по экономическим спорам, связан с делом объединенной пивоварни-хайники. В данном случае рассматривались налоговые последствия в связи с операциями, которые связаны с векселями, а также рассматривался вопрос об учете убытков. Но в данном случае на этом деле я подробно останавливаться не буду, поскольку я рассматривал это дело подробно и анализировал его в выпуске налоговых новостей за октябрь 2019 года. Поэтому, кому интересно, вы можете послушать, посмотреть этот анализ. Следует заметить, что в сентябре были приняты достаточно интересные и отказные определения. И первое отказное определение, оно было, ну точнее в целом дело было рассмотрено в пользу налогоплательщика, и в общем судебные акты были приняты по делу Life Vision. В данном деле рассматривался вопрос о применении льготного тарифа по страховым взносам. Следует заметить, что в статье 427 одним из оснований для применения льготных тарифов является то, что налогоплательщик одновременно применяет ОСН и при этом осуществляет в качестве основной деятельность, которая перечислена в соответствующей статье 427. И здесь на практике возник вопрос, а что делать, если налогоплательщик совмещает ОСН с другим налоговым режимом, например, ЕНВД, и при этом основная деятельность, она облагается именно ЕНВД, а не ОСН. В данном случае налоговые органы придерживались позиции, что для применения льготного тарифа по страховым взносам необходимо, чтобы именно основная деятельность облагалась ОСН. Однако суды придерживаются несколько иной позиции, и, как видите, судья Верховного суда поддерживает эту позицию. А именно, в данном случае не имеет значения то, что основная деятельность облагается не ОСН, а облагается, в данном случае, ЕНВД. Поскольку соблюдается два условия, а именно то, что налогоплательщик применяет ОСН и осуществляет деятельность в качестве основной, которая указана в статье 427 Налогового кодекса, то это является основанием для применения пониженных тарифов по страховым взносам. Следующее дело – это дело СИП Транссервис. В данном деле рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик в рамках одного договора по перевозке груза осуществлял различные виды услуг. В данном случае это были транспортные услуги и услуги по погрузке-разгрузке. И возник вопрос, можно ли в такой ситуации применять ЕНВД. И как налоговый орган, так и суды считают, что поскольку услуги по погрузке-разгрузке не относятся к деятельности, которая облагается ЕНВД, то и в целом ЕНВД в такой ситуации применять нельзя. Но здесь следует заметить, что в этом договоре цена указывалась единой по договору, то есть не было разбивки по различным видам услуг. Следующее дело – это дело птицефабрика Краснодонская. В данном деле рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик заключал договоры, связанные с сельхоздеятельностью, и при этом доходы по этим договорам облагал по льготной ставке 0%. Эта льготная ставка предусмотрена в главе 25 Налогового кодекса, то есть в главе по налогу на прибыль. Но проблема заключается в том, что налоговые органы установили, что вот эти операции, которые якобы являлись основанием получения дохода, они в действительности были нереальными. И в этой связи как налоговый орган, так и суды посчитали, что налогоплательщик необоснованно относил соответствующие доходы к доходам от сельхоздеятельности и, соответственно, необоснованно применял льготную ставку по налогу на прибыль. Таким образом, налогоплательщикам необходимо принять во внимание данные выводы, которые были сформулированы судами и поддержаны судьями Верховного суда, для того, чтобы либо правильно определять свои налоговые обязательства, либо для того, чтобы оценивать свои налоговые риски. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.